я хотела бы сегодня повторить три концепции развития направлений наших ближайших направлений нашего бизнеса все что мигел гомош озвучил в субботе на общем зуме куда были приглашены все партнеры но достаточное количество партнеров акционерам нашло возможность время и желание послушать нашего вице-президента кратко сегодня резюме всей конференции я изложу для того чтобы мы могли сами себе напоминать все то что было сказано на зуме и так прежде всего первая часть на которой хотел остановиться мигел достаточно подробно это запуск нашей платформы умбрелла наш обменник умбрелла который мы все с вами ждем мы знаем что необходимость его создания возникла в начале этого года в феврале почему первый этап вывода монет наших монет игл социал голдкоин был обозначен через платформу ввс мы сами в свое время партнеры по недопониманию я это так назову сами в общем-то навредили себе для ускорения так сказать возможности обналичивания денег которые стояли в эквиваленте монет мы сами сделали неправильные шаги почему компания обрезала информацию дает на сегодня достаточно сжато только концепцию не рассказывая детали по той простой причине что дав информацию на какой платформе каким образом что и как и в какие сроки никто не давал рекомендации делать быстро регистрации бежать бегом на платформу а потом писать на форумах высказывая свои профессиональные в кавычках мнения по поводу того что есть что короче говоря так как была данная информация начальная мы не дали сами себе сделать завершительный завершающий этап поэтому когда появились негативные высказывания том что нет ничего что это воздух что это непонятно где что и как нет разработки то вовес отказался работать с компанией поэтому в январе этого года стал вопрос жесткий что дальше искать сотрудничество для ускорения вывода монет на обменник либо создать свой собственный обменник по двум причинам и умбрелла как подчеркнул мигел что умбрелла обменник свой было принято решение создавать прежде всего для того чтобы выводить собственные разработки у нас не одна монета у нас их четыре выводить собственные разработки на рынок в динамичном наиболее экономически выгодном варианте для компании мы знаем что для старта монеты определена определенная цена это один доллар для трех монет и цена грамма золота для его social gold coin а еще конечно все будет объявлено ставлю несколько ниже какой-то период он будет длиться но вывод на торги монеты по одному доллару мы знаем что такое бирже если там внешняя биржа и монета выходит по этой цене естественно независимые торги либо нужно закрывать то есть компания мы многие наблюдали да на бирже знак который останавливает торги то либо другой монеты в какой-то период но если компания по своей инициативе останавливает торги на бирже следовательно оплачивает издержки но и не убытки а издержки бирже то есть неустойку за каждый день простое компания платит бирже где выставлена монета неустойку при этом вы же понимаете прекрасно что этот период может длиться длительный длительное время если не разработать правильную стратегию динамизации процесса вывода монет в реальную жизнь и представление их бизнесу поэтому и было принято решение создать собственный обменник плюс еще один второй фактор необходимости создания собственного обменника это пройдя необходимый путь адаптации монеты на рынке дать возможность всем старым партнером партнером которые перешли из платформы игл битрейт дать возможность обналичить вот те то салда у морозу которое было переведено в монеты обналичить реальные деньги эту задачу сложно решить просто запуска монет на внешнем рынке необходимо было придумать механизм ступенчатый поэтапный когда это реальность могла бы принести нам всем доход а не просто вывод монеты на чьи-то внешние биржи где по спекулятивным торгам монету как обычно мы знаем как это происходит поднимается падает и не дает гарантии особенно когда все партнеры начинают выводить деньги которые стоят по розданной схеме по старым остаткам роздан просто бесплатно партнером начинают выводить и занижая цену продавать по цене которая им удобна это все обваливает экономику монеты экономику проекта и никакого результата в будущем никому не принесет поэтому стратегически правильное решение создать собственный обменник с определенными инструментами и рычагами регулировки возможностей торгов и собственными монетами в том числе это была сверхзадача которую необходимо было реализовать очень быстро мы знаем и мигел это подчеркнул что реальный обменник работающий в регламенте легального бизнеса на рынке со всеми лицензиями с возможностями работать с фиатными деньгами криптовалютой это сложный процесс сложный длительный иногда занимает годы создать такой обменник участниками которого экченч подразумевает участие нескольких партнеров это не только компания разработчик здесь необходимо компания страховая компания которая будет защищать и покрывать транзакции а это многомиллионные транзакции в течение дня недели месяц это большие объемы денежные здесь необходимы некие инструменты которые бы учитывались вот он нам показывал да когда обменник на предыдущей конференции учитывается тот момент что ускорение процессов это определенные модули то есть очень много составляющих которые позволяют считать обменник состоявшимся и конкурентно способным на рынке где так уже более трехсот да и наверное гораздо больше же на сегодня обменника в мире но далеко не каждый обменник их наверное на пальцах двух рук можно сосчитать которые работают в регламенте совмещения фиатного рынка и криптовалютного это сложные процессы по и по времени и по финансам и по реализации технической это сложный процесс который запустить но сложно поэтому компания приняла решение прежде всего выбрали в партнеры компанию разработчик которая по итогам восемнадцатого года была названа лучшей в плане разработки ядра обменника то есть вот того механизма который совершает и отвечает за проведение транзакции на плат на платформе но первый модуль первая часть работы была разработана и закончена достаточно быстро при достигнутом соглашении и этот первый модуль позволил нам с вами получить возможность по нашему логину нашей почте зайти в кабинет получить привязку кабинета к нашему логину и пройти верификацию и второй модуль который но достаточно долгое время затянулась разработка его второй модуль позволяет совершать сами торговые операции операции обмена операции которые позволяют осуществлять транзакции различных валют обменной операции получать прибыль выводить эту прибыль то есть связать финансовые инструменты это сложный процесс дорогостоящий и длительный и вот этот второй модуль на сегодня уже готов почему компания пошла этим путем потому что для того чтобы ускорить момент именно введение в действие обменника потому что если мы регистрируемся на готовой бирже на готовой обменнике мы с вами прекрасно знаем достаточно разные достаточные примеров когда на серьезные биржи верификация может затянуться верификация личности каждого партнера это неизбежное необходимое требование легальности биржи может занимать определенное время достаточно длительное кто проходил по битрекс верификацию не это знают то есть на свое время битрекс вообще три месяца отключил и доступ новых партнеров и возможность верифицироваться когда налаживал именно этот механизм модуль верификации по кис два поэтому пойдя на шаг в начале верификации партнера а затем привязки рабочего механизма мы на сегодня получили возможность момента старта бирже мы с вами только должны будем заменить пароль все все остальные действия по бирже уже закончены верифицированы мы верифицированы мы открытые к возможности работать с монетами криптовалютными монетами это важно почему это важно потому что пройдя столь сложный путь компания стремилась максимально ускорить возможность ввода действия но путь не всегда на сегодня мы еще не имеем доступа почему я объясню чуть позже очень сложный путь от начала поиска партнеров в области создания своего ченча до запуска в действие это этапы которые не всегда зависели от компании на сегодня уже вообще ничего от компании не зависит но тем не менее вот он для примера приговорил мигел что процесс согласования только переговорный процесс компании разработчикам модуля ядра биржи занял два месяца потом они еще две недели формировали выверяли рассчитывали дополняли фактуру для оплаты понимаете это все процессы которые невозможно по щелчку пальца решите сделать и между в легальном поле и совершить очень быстро поэтому все то что сделано уже сделано сегодня этап опять же партнерских отношений со страховой компании которая проверяет на сегодня все вайдпэперы наших четырех монет страхование в легальном поле регламентации обязательно наличие страховой компании для покрытия определенной суммы в валюте определенных количественных транзакций сумма наших транзакций определяет ну сколько он сказал порядка ста миллионов долларов в месяц оборот вот это порядка ста миллионов долларов долларов в месяц оборот операции на нашей бирже покрывает страховая компания поэтому она тщательно проверяет все эти новые разработки которые выводятся на рынок одно дело открывать биржу которая работает только с известными подтвержденными токенами монетами и другое дело когда четыре новых монеты претендуют называться токенами которые подтверждены реальными отношениями в бизнесе они выходят на рынок и их технологические разработки их целесообразность их потенциал то есть риски оценивает страховая компания это важно и я хочу сказать что мы видим с вами но пока еще нет на сайте где представлены монеты пока еще нет двух поэтому мы видим что работа ведется эко коины и игл сосил голд коин имеют загруженным в отбор на официальном сайте носители двух еще нет поэтому уже не от нашей компании зависит старт умбрелла готова и и техническая часть готова вся для того чтобы получить окончательное заключение от компании страховщика вот собственно задержка только в этом процесс две или три недели назад мигель сказал что договора подписаны лицензии оплачены что это значит это первый этап опять договорных отношений с компанией с агурадорой которая вначале проверяет выверяет и подтверждает юридически юридическое лицо то есть проверяет саму компанию этот этап был пройден достаточно быстро и три недели назад было подписано соглашение и оплачены все необходимые лицензии но вот проверка материал то есть проверка четырех white paper вот она занимает время на сегодня еще два как сказал мигел в субботу заключительной стадии все готово на этой неделе должно все появиться как только появится на нашем носителе сайте монет появится еще два white paper это будет означать что все готово и умбрелла в любой момент может стартовать открывая умбреллу мы получаем сразу возможность на приложении через android и apple мы поработать с обменником на на смартфонах но apple чуть позже да он сказал что с android все проще android и google chrome то есть через веб-сайты мы сможем работать как только стартует умбрелла и приложение на apple выйдет чуть позже потому что с ними всегда чуть больше проходит времени для верификации и разрешения возможности использования в apple story именно приобретение этого приложения поэтому там все несколько опять же лицензирование опять же разрешительный какой-то процесс сюда несколько позже будет закончена поэтому на сегодняшний момент в любой момент может появиться умбрелла я не могу вам сказать ни дату ни время как только появится это в общем-то сразу конечно же сразу мигел выставить чате мастером и сразу будем знать что происходит и так что такое наша умбрелла я уже сказала для чего она была создана это прежде всего носитель для возможности вывода в жизни своих разработок прежде всего четыре монеты которые появятся я думаю одна за другой на бирже и с выходом монет на биржу будет объявлен а еще как правило 60 дней занимает айсио мигел об этом сказал когда цена монеты ну у нас три монеты по одному доллару она будет несколько ниже я не могу сказать какая будет цена и сио я знаю только что она будет выше цены контрактных отношений с компанией который по сей день происходит и мы можем заказывать монет во всяком случае эко можем по пятьдесят пять копеек эко куин какая будет цена на айсио ее я не знаю но пример на айсио 60 дней мигел озвучил что касается вывода наших монет очень важный вопрос который конечно все задают и всем интересно знать когда же мы сможем выводить наши монеты которые у нас стоят в офисе ян сказал что учитывая что здесь абсолютно реальный механизм капитализации компании через асио производится для чего для того чтобы нам ждать возможность выводя монеты которые нам в эквиваленте дали по доллару мы хотим по доллару деньги получим компания должна эти деньги капитализировать приобрести они должны быть учитывая что большую работу президент провел по заключению контрактов по продаже на на периодке айсио монет там контрактное обоснование весьма и весьма серьезно то компания намерена уже через месяц чуть больше он сказал возможно месяц до полтора месяцев уже выровнять цену выровнять цену возрастить цену от цены стартовой асио до одного доллара чтобы иметь возможность нам с вами открыть вывод монет и их обмен по одному доллару и выше естественность на будет расти но вот капитализация и доведение цены до обменной необходимой нам с вами одного доллара этот период с момента старта сио займет месяц чуть больше до полутора месяцев это он повторил несколько раз этот момент если я четко не перевела когда переводила зум потому что очень он много информации давал то сейчас хочу уточнить момент айсио то есть старт умбрелы это возможность во первых заводить через банковский перевод деньги на умбрелу покупать биткойны либо эфиры потому что это реальный обменник это экченч это биржа вместе с тем стартовав на и все четыре наши новых монеты будут продаваться по цене ниже один доллар мы видим какие-то периоды может две недели одна цена месяц другая цена и так далее для того чтобы помимо капитализации нашей компании дать возможность цене вырасти до того барьера который нам с вами необходим 1 доллар стартовая цена обменная 1 доллар для всех партнеров игл битрэйд я надеюсь теперь это уже все понятно поэтому учитывая что наша биржа используя ну лучшие разработки от лучших компаний по формированию платформы обменника стремится стать одной из немногих бирж которые работают в области криптовалют и фиатных денег поэтому почему айсио два месяца почему не больше обычно три месяца не гел вначале хотел три месяца но они для себя определили первый этап два месяца развития к ченча как этап когда возможно будет только делать срок то есть что обменивать только криптовалюту на криптовалюту то есть эфиры на биткоины биткоины на эфиры наши монеты как только пройдет айсио обменивать на биткоины на эфиры именно в области криптовалют для того заводить фиатные деньги будет возможно он сказал так что с момента старта умбрелы банковские транзакции в течение там ну нескольких дней потому что необходимо сразу включить завод денег и карты появятся две-три недели до месяца и возможно заводить с карт деньги на платформу для покупки биткоин и других криптовалют но для того чтобы тот же биткоин выводить на фиатные деньги либо уже функционирующий на тот момент наш игл со силкой выводить на реальные деньги то есть это уже часть это как раз вот и дополнительное лицензирование масса протоколов масса разрешительных каких-то заключений которые прошла компания для того чтобы наша биржа вошла в ту самую десятку небольшое количество бирж которые работают с фиатными деньгами из криптовалюты вот на это потребуется больше двух месяцев примерно он определил три месяца поэтому естественно первый этап айсио и обменные операции своп занимают два месяца и далее трехмесячный период нам обещают возможность работы то есть операции обмена криптовалюты на фиат для вывода их куда он заикнулся что тоже на наша карта я не знаю каким образом будет привязана наша карта который мы купили к обменнику потому что нам объявлялось до этого что наша карта работает как шлюз вывода биткоина из бек-офиса видимо поэтому доработав технологию Мигел сказал об этом я просто не перевела упустила забыла эту часть но значит он сказал что наша карта будет работать с обменником видимо они доработали все шаги все инструкции нам будут даны я не хочу сейчас углубляться на этом этапе потому что нужны пояснения как это будет функционировать и это будет функционировать не с первого дня еще раз напоминаю в любой момент старт умбрелла означает вывод монет в реальную жизнь и старт айсио вместе с этим на телефонах у нас на смартфонах появится возможность android скачать приложение работать через приложение вместе с этим в течение двух первых месяцев по достижении стартовой цены 1 доллар на программе монета с одним долларом даст возможность нам с вами выводить наши монеты из бек-офиса для обмена их на биткоин первые два месяца где-то на протяжении первых трех месяцев будет введен механизм возможны для того чтобы обменять криптовалюту на фиатные деньги и выводить в том числе с помощью карты это мигел сказал когда и каким образом будет реализовываться думаю позже мы об этом узнаем поэтому я думаю что уже с этим вопросом можно закончить все ясно умбрелла это первый и главный шаг во-первых действенной реализации программы компании подтверждение не реальных намерений работ над того ли в реальном секторе да в миру обменник на котором в реальной жизни все технологии компании работает но эти разработки выходят в жизнь это подтверждение физически реальных разработок компании поэтому я много кратно подчеркивал что вывод умбреллы в жизнь это новый этап развития компании Далее, подчеркнул, что многие партнеры по сей день не совсем понимают, не совсем отдают себе отчет, что такое ПСЦ, или ПСИК, или привазу социал клуб, инвестимент, как мы знаем название нашей, аббревиатура расшифровывается нашего клуба, членами которого мы все с вами являемся. Мы с вами акционеры, поэтому, что такое акционер? Можно называть совладелец, можно называть владелец сертификата, как угодно, вот той ценной бумаги, которая позволяет нам с вами быть совладельцем нашего холдинга, нашей бизнес-площадки. Не совсем понятно и не совсем в реальности, пока можно визуализировать для себя, что это означает. На практике еще нет подобных примеров сращивания физического бизнеса с подразделением MLM, которое бы дало в реальности результат, которое бы в реальности показало пример, каким образом это все в жизни может существовать. Поэтому еще раз я хотела бы остановиться вот именно на этой части зума, который, в общем-то, для многих, возможно, и прояснил многие моменты, что именно мы с вами получили в руки акционерами компании. Итак, вот эта прослойка, вот эта организация, как угодно это можно назвать наш клуб, является единственным главным в области финансовых операций на MLM рынке, главным звеном легального существования именно наших с вами инвестиций в области развития бизнеса. Напомню, что у нас краундфандинговая форма развития бизнеса. То есть мы с вами, что такое краундфандинг, вы прекрасно знаете, народное финансирование, реализация своей мечты через совместно организованную платформу финансирования проектов. Но вот в нашем конкретном случае любой краундфандинг, вы, наверное, много расслышали и видели, подразумевает формирование, визуализация своей мечты и прописание программы ее реализации. У нас мы не пишем программу реализации в нашем закрытом клубе, потому что это действительно новая концепция реализации в реальности краундфандингового движения. Что это означает? Мы с вами, вкладывая различного количества финансовые средства свои, то есть от 100 долларов до 35 тысяч, мы с вами участвуем в формировании, в реальности формировании и разработке бизнес-проектов, которые предлагает нам компания, но не только компания. Почему подчеркнул Мигел, что являясь соучредителями от каждого из нас, от вас всех, от меня, в частности от кого угодно, зависит формирование и реализация программ. Почему? Потому что, да, у компании была предложена стартовая своя платформа, работающая, функционирующая. Эта собственность была, мы помним, Клаудио, который, создавая платформу, отдал значительную часть акций в основу этой платформы, чтобы это не было просто воздухом, нужно было обосновать физическую составляющую этой платформы. Но при этом, нарабатывая знакомство в области бизнеса, а также предложение партнеров, компания взяла несколько направлений, которые ранее, допустим, не были заявлены. И сами идеи Клаудио, на тот момент стартапы, те же наши монеты, это были стартапы, которые уже были в голове его сформированы, и на стадии разработки получили определенный результат, нужно было довести до совершенства, а довести до совершенства стартап нужно дать все инструменты, которые помогут его реализовать. В частности, наши с вами стартапы в области четырех монет, которые на сегодня уже реализованы, четыре монеты, технологии прописаны, разработаны, грамотно просчитаны, грамотно поданы рынку, но они должны быть обеспечены контрактной частью их применения в определенной областью, где они будут являться отражением этих отношений. То есть, если это эко наш койт, то это взаимодействие в области защиты окружающей среды, переработки мусорных отходов, разделение мусоростроительства различных фабрик по вторичному использованию сырья, а также эко-двигатели, разработка эко-мобилей с использованием вторичного сырья, мы помним, да, наш 3D-принтер, который основан, и дополнительные наработки в этой области, основанные на повторном использовании батареек, которые во всем мире являются главной проблемой, куда идти. То есть, много направлений контрактных, которые на сегодня являются реальностью. То есть, даже вот наше с вами присутствие в холдинге полтора года, мы уже знаем, сколько дополнительных наработок было реализовано. И на сегодня это уже то, что составляет обосновывающую часть, бизнес-часть от стартапа Эко Коин. То же самое с Агрокоином, с Тайм Измани, который базируется на собственном операторе. И самое главное, это Eagle Social Gold Coin. Все старые партнеры, когда мы получили в бэк-офисе пересчитать, база данных была перенесена. Пересчитали, выверили абсолютно все остатки, нам дали базовое салда о морозу, которое было в пять раз увеличено от неполученных доходов по старым остаткам. Но вся эта сумма была разделена на четыре монеты, одинаковые части, по 25% от суммы. Если три монеты по эквиваленту один доллар у нас стоит в бэк-офисе, то золотая монета, мы помним, нам была рассчитана наша Eagle Social Gold Coin по стоимости грамма золота в тот период, это декабрь прошлого года, 38 долларов. Мигел подчеркнул, что для того, чтобы три монеты нам сразу объявили, этот период еще не закончен, при ICO еще даже не начиналось тогда. Так вот, по Eagle Gold Social Coin очень четко было сказано, первый вайтпепер мы получили, он был опубликован. Мы сейчас имеем дополнительный, скажем так, переработанный вайтпепер. И самое главное, что вечно подчеркивает, всегда подчеркивает Мигел и Клаудио, наш президент, о том, что у нас динамически дополняемый развивающийся документ. То есть документ, вайтпепер по всем монетам, в частности по Eagle Social Gold Coin будет дополняться. Почему? На сегодняшний момент уже не секрет, что после 2020 года, с какого периода, я не знаю, но в 2020 году регламентом отношений технологии блокчейн и цифровых валют является их назначение, если скажете, ориентация в определенный вид бизнеса и контрактное подтверждение, скажем так, реализации этого проекта в конкретном направлении. Так вот, не дожидаясь 2020 года, наши вайтпеперы были дополнены этими отношениями уже сейчас. Поэтому контрактная часть, которая подразумевает на периоде ICO капитализацию, то есть продажу этих коинов и капитализацию компаний для следующего развития, это очень важная составляющая каждого направления, каждого стартапа. Поэтому это все реальность, которая была за этот период осуществлена. Но от нас с вами зависит принесение новых идей. То есть он сказал так, Мигел, что каждый из нас с вами является акционером. Это не инвестиционная компания, это краудфандинговая компания, соединившая инвесторов, единомышленников, которые хотят строить свой бизнес. И от каждого из нас с вами зависит форма реализации нашей мечты. То ли пассивно ждать, когда мое руководство и мои партнеры сами чего-нибудь добудут, где-нибудь найдут, какую-нибудь идею принесут и совместными усилиями реализуют. То ли я тоже участвую в этом процессе. Именно поэтому и в России у нас много предложений, много. И поэтому он рассматривал Россию в конце зума, сказал, что, конечно, намерение в ближайшее время опять вернуться в Россию. Он был в Беларуси, в России. Не было бы приехать в Россию, чтобы закончить договорный процесс по нескольким направлениям. Это не только ПЛА, нескольким направлениям. Но прежде всего, конечно, ПЛА. Это тоже обоснование нашего эко-коина. Но это следующий шаг. А шаг, который уже реализован, я многократно повторяла и говорила, что Пакистан у нас, особенно мастер Пакистана Тарик, человек, который не просто активен в области развития направлений, так сказать, бизнеса компаний, но человек, который просто горит желанием первые все реализованные проекты от Айди именно реализовать в Пакистане. Быстрее Индии удалось достигнуть соглашений. То есть на сегодняшний момент номер один. Это все даже не Португалия. Здесь переговорный процесс идет. ПЛА он идет, он не закончен, но он идет, так как и в Индии. Но в Пакистане, я уже боюсь просто это озвучивать, но вот Мигел это сказал. То есть партнеры приносят. Партнеры приносят идеи. Партнеры приносят возможности. Три компании, которые на период этого развития дополнили нашу бизнес-площадку, это компании, которые принесли партнеры. Поэтому каждый из нас с вами, либо это пассивно ожидающий в своей очереди, когда кто и чего и где, и когда мне что подаст, либо каждый из нас с вами это партнер, понимающий, что имеет такой инструмент в руках, а это инструмент построения своего бизнеса. То есть я имею возможность, развиваясь или там адаптируя свое понимание к своей стране, к своему региону, понимание развития бизнеса в этой области, могу принести эту идею руководству и способствовать, помогать именно развитию в этом направлении этого бизнеса в моем регионе. То есть каждый из нас с вами может сформировать реализуемую идею и помочь ее осуществить руководству и профессионалам, которые занимаются каждой своей работой в нашем холдинге и, скажем так, помочь всему сообществу как можно быстрее финансовую часть, доходную часть холдинга сделать растущей, многократно растущей. Мы с вами все в этом заинтересованы, потому что кроме маркетинга ходов у нас, кроме наших доходов по маркетингу, у нас с вами есть вот та самая акция, которая является отображением нашей доходной части ежегодной, наших финансов, которые могут только увеличиваться с развитием бизнес-площадки. Поэтому, пожалуйста, давайте включать активность, давайте немножечко креативно подходить к своей роли в холдинге и поймем, что наша ПСЦ-организация легально, реально зарегистрированная вот та прослойка между МЛМ, соединяющая часть МЛМ и бизнес-площадку, которая позволяет нам с вами сделать реальностью тот самый финансовый поток ежегодный, который будет только расти, если мы с вами активную позицию свою уже сегодня начнем, ну, скажем так, реально осуществлять. Это то, что он пытался донести и сказать в части, что же такое формирование наше с вами, формирование как подразделение холдинга, промежуточное между МЛМ-составляющей и бизнес-платформой. Что нужно сказать? Он подчеркнул, что на сегодняшний момент, конечно, недостаточно коммуникативность развита, то есть у нас, ну, если не глобальный голос информационный, то недостаточное оповещение структуры о происходящих процессах компании имеют место быть. Он с этим согласен, он понимает, но учел ошибки, которые многократно удесетерились структурой нами с вами при определенных шагах развития бизнеса, которые только мешали, ну, достижению той либо другой цели, на сегодня Мигел сказал так. Естественно, это недостаток, но давайте пошагово закончим то, что уже мы должны закончить были вчера, то есть ввести Умбрелу этот этап развития в действие. После этого все последующие шаги, они будут намного легче, потому что это главный, серьезный, первый шаг реализации вот этого управления, которое было объявлено нам еще полтора года назад. Вот после этого он говорит, конечно же, нам нужно наладить коммуникационную связь. Но у нас еще есть недоработки в области, вот, как он говорил, две-три недели после ввода Умбрелы, это в обязательном порядке доработка вот всех косяков, всех нюансов, которые на сегодня еще имеют место быть. Почему? Потому что главный удар и программисты заинтересованы все было в том, чтобы доработать и ввести в действие это подразделение. После этого у нас доработка всех тех погрешностей, которые еще существуют в плане какой-то информационного переноса старых данных, либо учета по бинарному распределению, опять же, при переносе базы данных. Там еще есть некоторые нюансы у нас есть, они все учтены, они все есть у компании. И все, кто отправил эту информацию через поддержку, это все будет реализовано. Не следует думать, что где-то что-то будет потеряно. Просто приоритет был отдан другому направлению, скорейшему введению в действие, потому что необходимо уже сейчас вот такая доходная часть платформы должна быть запущена. Потому что следующий вопрос о дивидендах, очень важный вопрос, на котором остановился Мигел, это как раз напрямую зависит от скорейшей реализации вот тех бизнес-направлений, которые компания за этот период либо уже разработала, либо вложила деньги, либо она приступила к разработке, их несколько. Но первое, я уже сказала, это Умбрелла. По дивидендам. Значит, это необходимость была на протяжении этого периода установить нижнюю планку выплаты дивидендов. Учитывая, сколько расходной была часть, инвестиционная часть формирования бизнеса, то есть покупка лицензий, работа с разработчиками, программистами других компаний для создания того-либо другого механизма в нашем общем бизнесе. То есть много затратных частей было за этот период реализовано. Почему? Потому что без этого мы сами прекрасно знаем, что любой бизнес, прежде всего, требует инвестиций. Поэтому, направляя финансы компании, финансы наших с вами акционеров в определенные зоны бизнеса, компания формирует доходную часть. Четко ограничены 42% входящих партнеров. Это часть, которая распределяется по маркетингу. И, как Митил сказал, ни копейкой больше из другой расходной части. То есть инвестиция в стартапы и развитие бизнеса направлена в маркетинг не будет. Поэтому, так как не такое большое количество инвестиций было привлечено на этом этапе для глобальных, серьезных запусков много дорогостоящих процессов, которые были реализованы даже по Умбрэйле, поэтому была определена нижняя планка. И с мая месяца начисление в 5%. Для старых партнеров это в монетах, для новых партнеров в долларах. Это было определено. Теперь новые партнеры, заходившие в долларах, они все свои деньги прекрасно могут выводить. Мы об этом знаем. Вопрос как раз в дивидендах, полученных в монетах. Почему столь четко он проговаривал вопросы ICO старта и максимум полтора месяца с момента старта ICO, возможности вывода монет для обмена их на либо криптовалюту, какие у нас расходы, это Ethereum и Bitcoin, либо это фиатные деньги. Поэтому эта часть определена и преодолена. Мигел сказал, что самые затратные организационные и период разработок многих процессов, вот как раз лето закончен. Именно поэтому уже он говорил месяц назад на Zoom, повторил, что говорил и повторяю, что после августа, с сентября, то есть мы помним, что у нас начисление идет с 28 по 30 число каждого месяца. Так вот он очень надеется, что с 28 по 30 сентября уже цифры у нас будут совершенно другие по начислению дивидендов. Я не знаю, будет ли это потолок начислений, мы помним 10, 15, 21, я не думаю, что так будет, но цифры будут другими, потому что уже вот сейчас максимально быстро, почему они стремятся максимально быстро запустить и обменник, потому что это супер доходная часть, не будем себя обманывать, мы прекрасно понимаем, что кроме запуска своих монет, компания стремится дать миру серьезный обменник, который привлечет внимание многих партнеров, компаний, именно благодаря серьезности разработки, устойчивости и защищенности процессов на этой бирже. Это доходная часть серьезная, поэтому у компании возможность повысить процент по выплатам, он говорил, что постараемся войти в график маркетинга, маркетинговые предложения, напомню еще раз, 10, 15, 21 процент в зависимости от суммы инвестиции, но это все вот уже сентябрь, узнаем в конце сентября, но в любом случае это уже не будет минимум 5 процентов, поэтому приглашение новых партнеров на этом этапе сегодняшнего, завтрашнего дня, учитывая маркетинговый ход два месяца с момента регистрации до выплаты, мы помним, да, там особые условия есть, в любом случае партнер уже будет получать не базовый минимум, а другие цифры. Я думаю, даже не середину, а выше середины, ближе к номинальному потолку процентов по сумме инвестиций. Это важно, это важно, потому что компания самый тяжелый стартовый этап формирования преодолела. На сегодня мы с вами уже в стартовом этапе действия механизма. Я всегда повторяла, что 20-й год будет наш с вами. И, конечно, вот они брали тайм-аут до осени в плане ускорения разработок и приведения в норму всех проектов, и мы видим, что плюс-минус это все реализовано. Со стартом Умбреллы, я уже сказала, будет доработан, 2-3 недели доработаны все эти недочеты, которые еще висят у компании, начинается следующий процесс. Теперь это будет просто модульный процесс включения подразделений. Это наше будущее, ближайшее, третья часть нашего зума. Так вот, следующим у нас является шоппинг, ID University и отдельно выделен, Мигел об этом сказал, бизнес кофе. Шоппинг, отдельно платформа существует, сформирована интеграция ее на общую платформу для привязки и возможностей каждого партнера получить доступ из бэк-офиса. Это уже технически будет реализовано, я думаю, достаточно быстро. Далее, что касается университет, базовых курсов на сегодня их уже около 5000, там до 15 курсы, которые сертифицированы, мы специально уже об этом говорили, сертифицированы американским университетом. Это курсы, которые получат перевод, обещан нам перевод по носителям языков всех стран, основных стран, где представлены большие команды и партнеров. Это тоже высокодоходная часть, высокодоходная, потому что курсы, уровни, которые будут давать возможность получить сертификат и самому самостоятельно проводить коучинги на базе этих образовательных программ, это востребованная доходная часть бизнес-программ. Но, ко всему прочему, это еще очень широкомасштабные курсы, которые позволяют в различных областях получать лицензирование, даже начальное лицензирование в области серьезных специальностей, которые потом позволяют проходить специальную подготовку. Это серьезно, это стоит денег, и это серьезная доходная часть нашего холдинга. Далее кофе. Вот вопрос был задан. Кофе – это отдельная часть, почему-то, что бразильский кофе, во-первых, он смесовый, имеет много сортов, арабика тоже там, Бразилия. Но, ко всему прочему, кофе, как бизнес-подразделение нашего бизнес-площадки холдинга, позволяет не просто завести продажу кофе для клиентов. Мигел подчеркнул, что два направления бизнеса по кофе – это бизнес-площадка, наверное, в шопинге будет покупка и использование клиентами расфасованного кофе, видимо, какие-то принятые 250, полкилограмма, килограмм пакеты, видимо, так. Я еще не видела, какие стоят в офисе, там не только кофе, там кофе-продукты. Кроме кофе еще есть 2-3 наименования. И возможность дополнительно организовать любому партнеру, любому акционеру бизнес для себя. То есть продажа кофе на своем рынке в своей стране как оптовая поставка вагонами, ну там не вагонами, там контейнерами, да, контейнерная поставка от одного контейнера. Это уже юрлица, договоренность между компанией и юрлицом, которая возьмет на себя ответственность за развитие этого бизнеса в регионе. Вы являетесь посредником, то есть вы являетесь вот тем звеном, который будет получать процент с реализации этого контракта, это и есть ваш бизнес. Кофе будет поставляться, естественно, в большом весе. И возможность установки оборудования для фасовки на местах, это тоже компания будет обсуждать. С каждым конкретным юрлицом, которое на контрактных началах будет работать по плану кофе-юрлицо. Это отдельная часть, о которой нужно говорить долго, когда мы получим инструкции и возможности, мы об этом будем говорить. На сегодняшний момент, вот, и там несколько направлений еще по модульной привязке бизнеса. Там есть у нас, мы помним, туризм, это тоже есть, потому что Сёрдж-365 ждет своей очереди, контактные отношения установлены. Сёрдж-365 привел в компанию Жироним Герейру. Кто об этом не знает, я об этом говорю. Это наш спонсор, наша верхняя ветка. С Жирониму работает Сёрдж-365 уже больше года. Многие партнеры наши знают, как пользователи. Мы могли зайти, но российскому рынку это не очень интересно. Почему? Это американская компания, которая обслуживает 90% рынок туризма по штатам. Это Сёрдж-365. Это мощнейшая компания, серьезнейшие операторы. Они работают, ну, с Европой очень плотно. Латинская Америка очень плотно. Россия, к сожалению, не настолько. Хотя, да, все точно так же охвачено, но только центральные города. Но вместе с тем, когда началась переговорная, переговоры начали с Сёрдж по добавлению их как партнерами на платформу в шоппинг, либо как их вынесли в отдельную программу. Там тоже будет какая-то льгота. Я не знаю, то ли переход на платформу с какой-то позиции. Я не знаю, как они это совместят, потому что у Сёрдж-365 своя бизнес-программа круче, чем у Инкрузерс. Кто знает Инкрузерс? Так вот, Сёрдж, конечно, доходная часть, ну, многократно выше по маркетингу. Я не знаю, как они увяжут, но четко знаю, что для каждого партнера ID уже предусмотрена скидочная платформа по использованию продуктов Сёрдж. То есть путешествия, отели, самолеты, поезда, аренда, автомобили, как обычно. И всё наше руководство, Мигел в том числе, он многократно показывал, что они уже пользуются такой платформой на основе договорённости. Это модульная часть, которая по достижении, так сказать, своего периода будет добавлена в наш основной бэк-офис. Поэтому, конечно, работа сделана колоссальная. Работы сделаны будут ещё больше по развитию бизнес-направлений, потому что всё, что касается ПЛА, это в зачаточной стадии договорной и только стартует. А это глобальный бизнес, бизнес, который сейчас всё больше и больше интересует очень многие серьёзные организации на всех странах и континентах. Поэтому, как я говорю, 2020 год – это наш. Я повторила всё, что говорил Мигел в субботу, и я надеюсь, что всё, что было сказано, у вас достаточно, так сказать, серьёзно разместилось по полочкам в вашем понимании концепции нашего бизнеса. Продолжение следует...